Друзья, мы находимся в Золотых Песках, в Болгарии. Сейчас я вас... А что вы расставили? Да, здесь все прекрасно. Хочу вас познакомить с Сильвией. Сильвией является хозяйкой этой гостиницы, в которой мы каким-то, не знаю, волшебным образом сегодня оказались. Здесь у нас художница Марина. Здесь хозяйка гостиницы Сильвией. У меня просто камера чуть-чуть. После такого пережитья она не всегда работает, но главное снимает. Что хотелось спросить? В 96-м году эта гостиница открылась. Первое вы открыли или как вообще процесс произошел? Конечно, мы открыли в 66-м году. В 66-м? Мы купили. Это мы, семья, гостиница, компания. Как компания. Как компания купили. А как пришло в голову делать такие творческие вечера, чтобы художники приезжали, могли здесь останавливаться? Притом они же бесплатно здесь живут, правильно? Вот они живут бесплатно и платят, как бы скажем, картинами, так же? Вот как это вообще пришло в голову? Откуда такое взялось? Ну, они нас попросили. А, то есть инициаторами? Да, мы сделали первый. Потом уже оказалось, что нам тоже понравилось общаться и работать вместе. И это продолжается уже 14-16 метров. 14-16 метров, что-то вроде. А становится больше художников или на таком же, как бы, количестве держится? Есть и постоянное количество художников, есть и такие, которые в гостях как-то. То есть приезжают, уезжают, да? Да, новые. Ну, а вы насколько можете принять, вот, допустим, когда новый пленум проходит, это же как-то договаривается же? Сколько человек приедет, да? Да, обычно здесь около 15-20 человек. А если захотят, допустим, я вот завтра позвоню, скажу, я тоже художник, я тоже, кстати, художник, вот, скажу, что я художник, хочу вот приехать к вам, хочу пожить неделю и написать картины. Меня примете или нет? А, ну, нужно посмотреть. Работай, работай. А как проверить? Вот я сейчас говорю, я умею писать, а я же не могу картину показать, я же с собой не ношу картины. Ну, знаете, у нас обычно по-дружески получается. А, по-дружески. Мне говорят, ты знаешь, это очень хороший художник, хороший друг, хороший человек, можешь принять, потому что, может быть, хороший художник, он неприятный человек, и мы не принимаем, потому что нам это не надо. Или, ну, да. У нас достаточно. Все, то есть желающих много. Да. Да. Если нам понравится, мы приглашаем человека. То есть вам главное, чтобы человек был хороший? Ну, и чтобы умел. Ну, и чтобы писать умел, естественно. Ну, он же художник все-таки должен быть. У меня есть хороший вкус, только в гостях будет. Да, да, чтобы потом не было так, как художник художнику вы умеете рисовать, да, чтобы таких вопросов не было. Понял. А кроме художников, собираются еще какие-нибудь другие люди? Спортсмены. Спортсмены тоже? Конечно, сейчас у нас есть спортсмены, курсы, они проводят свой курс, да, для трениров. И тоже они бесплатно останавливаются во время? А, ну, они уже просто приезжают, как бы, жить сами, да? Но именно я имею в виду вот люди, которые... Музыканты тоже. Музыканты. Тоже платные или бесплатно музыканты идут? Платят. Платят. В общем, все, кроме художников, все платят. Все остальные платят. Да, да, да. Очень хорошая. Оригинальная идея, очень хорошо придумываю. Сама жизнь в Золотых Песках, вот что людям, которые хотят сюда приехать, потому что в Болгарии, насколько я вот представляю, раньше, я знаю, люди все, был Советский Союз, все хотели приехать в Болгарию, это была мечта, скажем так, правильно, для советского человека. Сейчас же, так как Советского Союза уже давно нету, и у людей уже открылись границы, поэтому у всех есть возможность там поехать, не знаю, в тот же Таиланд, там еще куда-то. То есть на одной Болгарии все не останавливается. Чем на данный момент вот туризм Болгарии, вот чем вы можете, скажем так, вот реально... Вот я, допустим, для себя понял, что самое главное, что здесь, это люди. То есть люди здесь хорошие. Все, вот ты приезжаешь, ты себя чувствуешь, как бы, ты не напрягаешься. Да, спокойно, дома ты живешь, никаких вот этого нету. А вы, вот что можете сказать, чем, что ждет человека, который приедет в Болгарию, с вашей, как бы, стороны? Чем, чем позовете? Цены низкие, допустим, море красивое, небо голубое, трава зеленая. Ну, цены, конечно, везде низкие. У нас подойдут очень низкие цены, действительно. Ну, море хорошее. Море, да, море, кстати, хорошее. Притом, это черное море. А черное море я видел в других местах, не в Болгарии, но в других странах. Оно вообще очень по-другому выглядит. Оно выглядит черным именно. А здесь оно выглядит таким красивым, прозрачным, зеленым. То есть это большой плюс. Да, ну пусть люди ездят, не только в Болгарии, пусть ездят везде. Я думаю, что это самое главное, и поэтому мы сделаем такие низкие цены, чтобы человек мог и сюда, и в Грецию, и в Тайман зимой, если хочешь. Я думаю, что так правильно. Чтобы не было только в Болгарии, только и золотые пески. Это неправильно? Нет. Нет, почему? Потому что нужно... Свободу, да? И нужно опять возвращаться. Ага, опять возвращаться. Домой или куда? Или сюда? Ну, как домой. Сюда. То есть, чтобы человек приехал, посмотрел, увидел. Потом поехал куда-нибудь и понял, нет, вернусь-ка я все-таки в Болгарию. Там так хорошо. Да, да. Там опять начатной. Да. Там жизнь намного лучше, прекраснее. Ну, вот я сейчас уже, мне люди спрашивают, куда ехать. Ну, как бы, у меня же блог, люди смотрят, спрашивают, куда ехать. На данный момент, вот только что, вот, сейчас идите, билеты им ищут. И потому что здесь реально, я им говорю, ну, там семья, четыре человека они. Я им говорю, не езжайте сюда, говорю, потому что они хотели в Таиланд поехать. Да. В Таиланде хорошо, жарко. Но в Таиланде... Ужасно. В Таиланде просто можно, как сказать, там другое. Несмотря... Там, конечно, другое своеобразное, это для любителей. А здесь совсем по-другому. То есть... Здесь можно и без подготовки. Без подготовки, да? Да, а здесь нужно все-таки метод подготовки. Да, да, да. Признать, почему кушать. Так. Что делать? А, кушать? Да. Друзья, к сожалению, мы будут вынуждены прекратить на время нашу программу, потому что у нас сейчас, как говорится, голод не тетка, надо чуть-чуть перекусить. Кстати, здесь полный пансион, это называется. Это типа... А у инклюзива-то тоже самое? Нет? Разница в чем? У пансион, значит, есть обед, когда и завтра. Ага, есть обед. А что, а в других что значит, да? А другие еще пьянки. А, алкоголь еще. Но нам-то алкоголь не нужен. Только алкоголь. Поэтому все нормально. А, есть другие еще вещи. В общем, друзья, у нас пансион. Мы не пенсионеры, не пансионеры, но мы сейчас в него сходим, ужинаем, завтракаем и обедаем. Смотрите «Отзор ТВ», двигаемся в Голливуд, Солнечная Калифория.